МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поле непаханное. В Аликовском районе у участника изъяли тысячи гектаров необработанной земли. Отдать дань поколению победителей. Сегодня глава Чувашии вручил награды ветеранам войны. С ними Михаил Игнатьев встретился на базе загородного санатория. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Благодаря им наша страна одержала победу над фашистами. В республике сейчас проживают более 18 тысяч ветеранов войны. В этом зале собрались дружники тыла. Все они награждены медалями за безуперечный труд в 40-мые годы. И маршалам войны, и бедовым. Отец Валентины Антоновой воевал на передовой линии фронта. Она же в 10-летнем возрасте отправилась работать в колхоз. Я самая старшая была. Мне было 10 лет. Остальные все маленькие 5 человек. Мне пришлось все время работать. Если Валентина Антонова для фронта пекла хлеб, то Мария Александрова в годы войны выпускала снаряды для легендарной Катюши. Дочь друженицы тыла написала десятки статей о трудовом подвиге своей мамы. С 1943 года по 47 июля она работала в Свердловской области в городе Нижний Баранчая. Нижний Баранчая на заводе, электромеханическом заводе. Там какие трудные условия, как они выживали, как им пришлось в течение суток тонны металла перерабатывать. Труженики тыла внесли огромный вклад в победу. Только в республике для фронта выпускали электроустановки для танков, боеприпасы, древесное топливо. Хочется пожелать вам многое-многое лето, благополучия, побольше счастливых дней. Россия в надежных руках. Наша Чувашская республика тоже имеет очень хорошее будущее. С каждым годом мы великий праздник и великую победу празднуем. Еще лучше и еще лучше. И 9 мая у нас будет парад. Забота о ветеранах войны для правительства региона – приоритет. Их продолжат обеспечивать жильем. За 7 лет новые квартиры получили 6000 человек. Своё здоровье ветераны поправляют в стенах этого санатория. Те, кто сюда приезжает, не в первый раз говорят, что здесь созданы по-настоящему комфортные условия. На ближайшие годы намечен ремонт здания. В 2018 году мы будем рассматривать вопрос о проведении в этих зданиях, в этих помещениях ремонта для того, чтобы именно нашим ветеранам жили в более благоустроенных помещениях. Ну а сегодня на площадке оздоровительного центра разбили новую аллею. Теперь этот двор будут украшать кусты сирени. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. В деревне Сиделево Канажского района торжественно открыли мемориал реактивной системы залпового огня образца «Град». Место выбрано не случайно. В Сиделево родился один из первых ракетчиков нашей страны Дмитрий Матвеев. Он воевал в экспериментальной батарее БМ «Катюша». Всем фронтовикам была известна музыка «Катюши» реактивной батареи БМ-13. Ни одна крупная военная операция Великой Отечественной войны не обходилась без ее участия. Первые залпы в сторону врага в 41-м были сделаны под командованием капитана Флерова. Его подчинение был и наш земляк, старший лейтенант Матвеев Дмитрий Матвеевич. После войны он вернулся с победой на родину. И как победитель, как активный гражданин и патриот нашей земли здесь долго работал. Сельчане обратились к Николаю Гаврилову с просьбой помочь установить в качестве монумента символ победы настоящую реактивную установку. Министерство обороны выделило нам из своего резерва БМ-21 «Град». В церемонии открытия участвовали личные составы кадетских классов и юнормейцы Канажского района. А из Казани прибыли участники Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций кадетских корпусов «Союз-2017. Наследники Победы». Минутой молчания участники церемонии почтили память павших в боях защитников Родины. Родион Архипов, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Выглаженная форма, начищенные ботинки и накрахмаленные банты. Дошкалята и юнормейцы Чебоксар прошли парадом по Красной площади. Репортаж Татьяны Леонтьевой. Заправляйтесь. Застегнитесь. Застегиваем до конца. До начала парада час. В садике последнее приготовление. Надеть рубашки, застегнуть манжеты и ремни. Не туго. Девочкам еще нужно успеть завязать банты. Без взрослых никак. 14 воспитанников 24 детсада. Сегодня солдаты-красноармейцы. Один из маленьких бойцов Илья Осипов. В строю он пройдет впервые, поэтому готовился серьезно. Учился держать спину, маршировать ровно. Заодно разучил элементы формы. Моя форма – это солдатская гимнастерка. На голове у меня пилотка. А на пилотке звезда. Я знаю, что это звезда с Великой Отечественной войны. Воспитательницы много рассказывали про войну. Мы хотим, чтобы дети знали побольше о войне. Чтобы воспитать у них чувство патриотизма. Чтобы они знали, какой ценой была завоевана победа. Чтобы они могли сказать большое спасибо своим дедам и прадедам. Красная площадь Чебоксар превратилась в Пуаца. Две тысячи воспитанников детсадов. В моряков, в пехотинцев, в десантников. Вместе с малышами строим прошли и те, кому команда равнейся смирно давно известны. Тысяча юнормейцев – ученики чебоксарских школ. На площади юнормейское подразделение гимнадии номер 5 «Орлёнов». Каждый год мы проходим строевым маршем по Красной площади. И считаем, что это очень важно. Поскольку Звятая Майя – это общенациональный праздник для всей России. Мы отдаем дань памяти нашим предкам, которые отстояли Великую Победу. Принимать участие в таких мероприятиях, я думаю, честь для каждого ученика. Парад дошколят юнормейцев состоялся уже в третий раз. Так началось празднование 72-й годовщины Победы. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Вот уже 72-я весна заставляет нас снова и снова возвращаться к урокам той страшной войны. В эти дни во всех школах Республики занятия по истории и классные часы посвящены одной теме – Великой Отечественной войне, Великой Победе. На уроки мужества побывала и наша съемочная группа. Нет, он не лейтенант. Кто здесь? Полковник. Полковник. Посмотрите, видите какой. Первоклассник Женя Николаев этот день запомнит надолго. Ему доверили примерить настоящую шинель. Форменное военное пальто подарил музей Чебоксарской школы номер 30 участник Великой Отечественной войны – полковник Николай Васильевич Радаев. К слову, это один из первых школьных музеев боевой славы, который был открыт в Чувашии. Кроме шинели здесь хранятся еще тысячи подлинных экспонатов. Автоматы, патроны, карты. Музей никогда не пустует, но в мае гостей особенно много. Сегодня экскурсию проводят старшеклассники. Молодые экскурсоводы не без волнения рассказывают своим друзьям о самых интересных экспозициях. Традиционные места есть встречи с ветеранами. В 1974 году шла первая встреча всех тех, кто сажался за родиной. У нас в школе эти мероприятия проводятся ежегодно. Уроки мужества должны прививать любовь к малой родине, к истории нашей страны, изучать боевые, трудовые традиции, воспитывать чувство патриотизма. Вместе со всеми посетили музей и капитан-лейтенант Альберт Семенов и танкист, полковник Владимир Лабутов. Они специально сегодня приехали в 30-ю школу, чтобы провести уроки мужества. Владимир Михайлович в конце 80-х гасил военный конфликт в Нагорном Карабахе. Многочисленные награды на его груди – прямое тому подтверждение. Кстати, именно о медалях и орденах шла речь на уроке мужества. Ребята узнали любопытные факты об ордене Победы. «Звезда, обрамленная бриллиантами. А бриллиант – это обработанный алмаз. Дробить его очень сложно. А дробили вручную. Только один мастер стал. И каждый орден имел другую цену. Вот этих бриллиантов в обрамлении звезды от 150 до 174 штук. Это единственный орден, который выпускался не на монетном дворе, а в ювелирной мастерской. И каждый орден – это ювелирная работа, причем ручная». И, конечно, вспомнили на уроке мужества и тех, кто сражался на фронте, отдавал все свои силы ради победы. На примере советских солдат, уверен танкист Владимир Лабутов, нужно учиться стойкости, мужеству, чувству долга и любви к родине. А подобные уроки должны проводиться не только накануне 9 мая, а намного чаще. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. В преддверии Дня Великой Победы во всех городах и районах Чувашии проходят весенние субботники. Жители выбирают мусор, обновляют памятники, надписи на воинских захоронениях. Как оказалось, к празднику готовы не все. Помните правила маленького принца? Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Это правило забыли в городе железнодорожников. Горы мусора обнаружили в ходе проверки. В администрации есть несколько причин. Первое. Конечно, из трех компаний, которые обслуживали вывоз мусора, две компании банкротства. Здесь идет противостояние нескольких компаний, которые раньше работали. И вот сегодня судебный процесс по банкротству идет. Из семи КАМАЗов сегодня работают два КАМАЗа. Вот сейчас еще раз переговорили, нашли еще ряд компаний. Не компаний, а организаций, которые помогут городу, администрации городу, вот этой компании вывозить этот мусор. Без народа мы это не сделаем. Люди даже сами заинтересованы быть. Не мусорить, вот и все. Жители города уже приступили к генеральной уборке. Красят заборы, чистят бордюры, обновляют зебры на пешеходных переходах. А что касается мусора, то администрация города Канаж обещала убрать его в течение суток. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Российские земли – одни из самых плодородных во всем мире. Тем не менее, миллионы гектаров пашни с года в год простаивают, оставаясь в руках недобросовестных владельцев. С прошлого года такие сельхозземли стали изымать и передавать в руки тем, кто хочет и может их возделывать. Чувашие не исключение. В Валиковском районе сегодня обсуждали судьбу тысячи неиспользуемых гектаров. Высокая трава, полевые цветы и молодые березки высотой с одноэтажный дом. Это земли сельхозназначения, которые они обрабатывали более шести лет. В Петишевском сельском поселении эти земли находятся. Шесть лет назад их выкупило ООО Лукоянова-Агранова. Земли уже начали застать лесом. Благодаря земельному контролю, совместно с управлением Россельхознадзора Путеварской Республики и Ульяновской области. Три года мы актировали, что земля сельхозназначения не используется по целевому назначению. Вышли в арбитражный суд. И решение в настоящее время имеется об изъятии этих земель. Новый добросовестный собственник, 1000 гектаров сельхозземель, появится в июне. Аукцион Минюстом Чувашии уже объявлен. Выиграет тот участник, который предложит лучшие условия обработки и содержания пашни. В этом году Чувашия вошла в топ-5 регионов России, где лучше всего реализуется программа контроля за землями сельхозназначения. Данная практика у нас опробирована. И сегодня мы видим результат. Но это не самоцель изъять эту землю. Мы не ставим для себя такую задачу поставить данный вопрос на поток. Земли сельхоз должны обрабатываться исключительно по их целевому назначению. Общая площадь земельного фонда Чувашии – 1,8 млн гектаров. 55% из них – земли сельхозназначения. В прошлом году необработанная площадь составляла почти 100 тысяч гектаров. Но начало этого на 30 тысяч гектаров меньше. Вопрос обработки земель сельхозназначения остается на контроле Россельхознадзора, профильного министерства республики и общественности. Ей отвозится одна из главных ролей в процессе выявления неиспользуемых участков. Нам нужно чаще взаимодействовать, выезжать с органов власти на места, смотреть, как она эксплуатируется и помочь законным путем изымать эти земли. Дарина Игнатьева, Россия Мухаммедов, Республика. Все хозяйства Чувашии начали вести неполевые работы. В этом году из-за погоды вышли на поля на неделю позже, чем в прошлом. Сейчас посеяно более 21 тысячи гектаров. Какие культуры сеют в Батревском и Яльчикском районах, узнавала наша съемочная группа. Земли в Батревском районе одни из самых плодородных. Иногда шутят, что здесь даже палка зацветет. Но, несмотря на это, агрономы все же занимаются подготовкой почвы и ее обогащением. В правильной севобороте культура гороха – она очень важная культура. Почему? Потому что через его стебли поступает в почву много кислорода, обогащением азота происходит. Из-за хорошей корневой системы, хорошего предшественного гороха для любых культур. По агрофирме исток более 2,5 тысяч гектаров посевных площадей. Уже успели посеять зерновые, сахарную свеклу, готовятся к посадке картофеля. Кстати, сахарная свекла агрофирмы пользуются спросом. Ее приобретают перерабатывающие заводы Буинска и Ульяновска. Для более продуктивной работы хозяйство приобрело новый трактор. Мощный, за смену порядка 130-140 гектаров земли, площадь обрабатывает. Один механизатор и расход топлива небольшой. Очень удобная техника. По итогам 2016 года предприятие заняло третье место в рейтинге сельскохозяйственных товаропроизводителей. Агрофирма – один из лидеров по производству зерновых и зернобобовых культур. Также исток ежегодно входит в клуб «Агро-100». Совхоз Батринский уже приступил к посадке картофеля. Кроме того, благоприятно складывается ситуация для производителей молока. Погода хорошая стоит. И то, что по животному сту, если взять, цена очень хорошая стоит на сегодняшний день. Дает символ даже строить еще новые коровники, увеличивать поголовье. Действительно, можно сейчас работать. И не можно, а нужно именно увеличивать поголовье животного стула. В Яльчикском районе также к севу приступили все 16 сельхозорганизаций и более 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Сейчас поля засеяны на четверть. Структура посевных площадей разработана так, чтобы уборку зерновых культур начинать с 12 июля. Чтобы во второй половине августа произвести осенние полевые работы. Это как раз самые лучшие сроки и будет основа для будущего урожая. Сейчас горюче-смазочными материалами и техникой обеспечены все хозяйства. Например, в Яльчикском районе приобрели 12 новых комбайнов, тракторов, селок и жаток. Как отметил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, объем господдержки в этом году не уменьшен. Все программы, мы говорили неоднократно, которые действовали в 2016 году, они действуют и в 2015 году. Объем государственной поддержки в этом году составляет 2 миллиарда 331 миллион рублей. Из этой суммы около 32% сегодня уже до сельхозаваропроизводителей доведены. Одни из основных условий, конечно, этого года, это были отсутствие задолженности. Татьяна Молокова, Малина Петрова, Александр Петров, Республика. В октябре в Сочи стартует 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Приедет больше сотни делегаций со всего мира. Сейчас во всех регионах страны идет отбор участников от России. С кандидатами от Чувашии встретился министр образования Республики Юрий Исаев. Всемирный фестиваль молодежи и студентов Советский Союз принимал дважды. В 1957 и 1985 годах. Оба раза в Москве. В 2017 его площадкой станет Сочи. Желающих только в нашей республике тысячи, а поехать должны только 125. Сейчас идет точный отбор видеособеседований. Тут идет жесткая борьба. Очень много хороших ребят, талантливых. Самое главное, чтобы были реализованы проекты. Обязательное участие в общественной жизни города. На встречу с министром образования пригласили тех, кто на данный момент набрал самое большое количество баллов. Среди претендентов студенты, активисты общественных организаций и работающая молодежь. Сотрудница Чувашпотребсоюза Елена отмечает. Результатов отбора еще, конечно, нет. Но отпуск на дни фестиваля она уже взяла. На всякий случай. Представлять свою республику – это большая честь. Что я хочу получить от данного мероприятия? Конечно же, новые знакомства, новый опыт и в организации, и в проведении. И узнать, что это новое для себя. Ну и, конечно, это контакт с другими молодыми людьми из других стран. На штормовках бойцов студенческих трудовых отрядов Чувашского госуниверситета – значки с мероприятий, в которых они уже участвовали. Например, 55-й слет студенческих отрядов или школа методистов в Ижевске. В октябре может добавиться еще один. Мне безумно интересно. Вот у нас, допустим, в России есть российские студенческие отряды, такое молодежное движение. Есть ли что-то подобное, например, в других странах? Мне безумно интересно рассказать им, что это такое, чем мы занимаемся, что мы делаем, что это вообще, что такое, что это за куртка на нас, которую мы с гордостью носим. Юрий Исаев посоветовал молодым людям изучить культурные традиции жителей разных стран. Например, как в той или иной стране принято здороваться. Но открывая для себя новое – не забывать о духовно-нравственных основах нашего народа. После того, как региональная комиссия закончит отбор, утверждать списки будет Национальный комитет. Мы желаем удачи всем кандидатам. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. Министерство здравоохранения Чувашия подписало соглашение с Русской Православной Церковью. Оно предполагает сотрудничество в вопросах воспитания молодежи и профилактики абортов. Подписи под документом поставили министр здравоохранения Чувашия Владимир Викторов и митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. Мы лечим тела, церковь души, поэтому все это должно быть в комплексе. Мы хотим, чтобы и в школьных программах присутствовали наши социальные служители в вопросах духовно-нравственного воспитания, в вопросах тела мудрые. Сегодня остро стоят вопросы по абортам. Здесь мы как раз находим те точки соприкосновения, когда мы должны быть вместе для того, чтобы Россия развивалась, Чувашия Республика развивалась, рождаемость росла. Сегодня на центральном стадионе Новочебоксарска состоялась 25-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани». В числе участников работники общественных организаций, студенты, школьники, пенсионеры и чиновники. Наталья работает воспитателем более шести лет. Сейчас в ее группу ходят пятилетние детки. Многие из них вместе с родителями пришли болеть за любимую воспитательницу. Благодаря их поддержке и хорошей физической подготовке команда Натальи заняла третье место. Первый детский сад принимает участие во всех конкурсах, во всех спортивных мероприятиях, во всех социально значимых мероприятиях нашего города, не только города, республики. Мы всегда первые, но не официально, а так в душе. За два с половиной десятилетия в эстафетах «Грани» приняли участие тысячи горожан. В этом году соревнования собрали более полутора тысяч человек из двухсоткомандного Чебоксарской и Чебоксар. Старты прошли по группам, как и прежде. У групп поддержки свой конкурс. Оценивается количество участников, наличие единой формы и средств агитации. Самыми ярыми болельщиками оказались школьники. Возможно, именно их поддержка и помогла учительнице второй новочебоксарской школы занять первое место. Конечно, довольна такими замечательными результатами. Я всегда была за здоровый образ жизни. Традиционным для эстафета стал ВИП «Забег». В нем, наряду с руководителями учебных заведений и представителями администрации Новочебоксарска, принял участие министр здравоохранения республики. Наша сегодня задача, как и глава республики Михаил Игнатьев говорит, и президент России – это оздоровление населения. Сегодня уже в Чуварской республике 40% населения занимаются физкультурой и спортом. Да, и мы в Российской Федерации сегодня являемся первыми в этом направлении. Девиз эстафеты от грани – сколько участников, столько и призов. Каждый бегун получил сладкий подарок. А победителей наградили скутерами и сертификатами в спортивные магазины. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня последний рабочий день перед Днем Победы. Праздничные мероприятия уже начались. Вся программа есть на сайте Министерства культуры. В столице республики 9 мая ряд центральных улиц будут перекрыты для движения транспорта. С 11 до 16 часов нельзя будет проехать по проспекту Ленина, улицам Карла, Маркса, Ленинградской, композиторов Воробьевых, Ярославской, Президентскому бульвару и по самой Красной площади. С 21.30 до 22.30 закроют для проезда проспект Ленина, улицы Карла, Маркса, Ленинградскую, композиторов Воробьевых, Нижегородскую, Ярославскую, Константина Иванова, Сергия Радонежского и Калинина. Также движение будет ограничено по Московскому проспекту, Дамбичи Баксарского залива и в районе монумента Матери Покровительницы. Запрет на проезд не коснется общественного транспорта. Для удобства горожан День Победы троллейбусы будут работать до полуночи. Наши новости можно увидеть на нашем сайте и в социальных сетях. Увидимся в эфире Национального телевидения Чуваши. Я желаю вам приятных майских праздников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова